всем привет это проект clever mind и мы разбираем мозг гмк или гамма аминомасляная кислота это есть злейший враг просто идеологический противник главного возбуждающего нейромедиатора в нашей нервной системе глутамата это противостояние между гмк и глутаматом не похожим на противостояние хищника и жертвы а скорее как противостояние двух хищников что-то вроде идеологической борьбы между ссср и сша только которая происходит в нашем мозге и у гмк и угла там у глутамата есть свои плюсы и свои минусы в организме просто не существует плохих нейромедиаторов у каждого свои выгоды каждый полезен в определенных обстоятельствах если вы еще не смотрели выпуску глутамате то обязательно посмотрите чтобы знания дополняли друг друга как работает гмк первое снижает скорость передачи нервных импульсов в старых нейронах и ускоряет передачу нервных импульсов в молодых нейронах это малоизвестный факт о котором до сих пор еще спорят ученые но он все больше и больше подтверждается суть в том что в нашем мозге большая часть нейронов уже сформированы их миллионы миллиарды так вот те которые уже бывалые которые уже старые нейроны которые с нами очень давно вот в них гмк выступает как тормозной нейромедиатор а вновь сформированные нейроны новые которые вот создались если вы например получали много новой информации у вас и вот у вас новые нейроны создались вот в них гмк ускоряет передачу нервных импульсов второе увеличивает выработку гормона роста по этому пункту было много вопросов еще в старом выпуске о фенибуте одном из первых выпусков чтобы подтвердить этот эффект приведу в пример исследования проводилась на 11 мужчинах в возрасте от 18 до 30 лет они получали одна группа получала 3 грамма гмк другая получала плацебо и затем эти мужчины либо тренировались либо не тренировались не занимались спортом так вот как показали исследования результаты увеличение уровня гмк увеличение уровня гормона роста наблюдалось в группах где применялись добавки на основе гмк и если после этого наблюдалось еще и физическая активность какая-то то увеличение было еще больше в среднем после часа по анализам сыворотки крови увеличение гормона роста достигала 200-400 процентов чем ниже тем человек меньше занимался спортом какой-то физической активностью чем выше уровень гормона роста тем больше то есть если вы хотите увеличить гормон роста то можно попробовать добавку гмк принимать и после этого заниматься спортом 3 гмк способствует повышенной утилизации глюкозы нашим мозгом то есть мозг будет получать больше глюкозы больше топлива больше энергии и за счет этого может лучше работать также гмк способствует лучшему кровообращению мозговому вообще кровообращение это проблема современного общества и уже в наших выпусках в целом не раз говорилось о том что плохое кровообращение это одна из основных причин смертности в российской федерации по крайней мере по данным ростата ну так получается что добавка гамма-аминомасляная кислота нейромедиатор гмк способствует лучшему кровообращению отчасти это входит в понятие здоровый мозг быстрее считать мега числа какие-то вы не сможете скорее всего без тренировок должных но мозг будет в порядке способствует лучшему засыпанию оказывает противосудороживающий и инотропный эффект это четвертое свойство четвертый принцип работы гмк эти эффекты уже были окончательно выяснены и закреплены еще в шестидесятых семидесятых годах прошлого века в общем-то в медицине гмк в основном используется именно с этой целью то есть достижение ноотропных эффектов чтобы мозг работал лучше и как снотворное как успокоительное против судорог ну и в таком контексте рецепторы гмк на данный момент в биологии известно два типа рецепторов с которыми взаимодействует гамма-аминомасляная кислота рецепторы напомним находится на поверхности нервных клеток то есть именно с ними взаимодействует нейромедиатор гмк впоследствии оказывая свои ноотропные там и различные другие эффекты что это за рецепторы гмк а и гмк б раньше ну и сейчас до сих пор осталось в русскоязычной википедии можно найти еще гмк c третий тип рецепторов так считалось раньше поскольку был определенный тип рецепторов группа рецепторов гамма-аминомасляной кислоты которые странно но не реагировали абсолютно на бензодиазепины и барбитураты это классы антидепрессивных и снотворных лекарств их суть в том что вот эти вот антидепрессивные снотворные лекарства они практически всегда действуют на трансмиссию гмк на их рецепторы гмк однако вот выделился класс рецепторов которые с ними абсолютно отказывался работать взаимодействовать чтобы это не делать и и вот их выделили сначала в гмк c но впоследствии все-таки начали считать что это гмк а тип рецепторов первый тип гмк а это ионотропный рецептор наподобие ионотропных рецепторов глутамата более подробно эти рецепторы были как раз таки разобраны выпуске о глутамате кратко повторим напомним и так ионотропные рецепторы что они делают они меняют поляризацию между нервными клетками таким образом что импульсы между передая скорость передачи между нервными клетками начинает либо увеличиваться либо снижаться так вот при активации ионотропных рецепторов глутаматом скорость ускоряется передачи нервных импульсов при активации ионотропных рецепторов гмк передачи нервных импульсов снижается с одной стороны это плохо поскольку человек начинает медленнее соображать но с другой стороны повышается качество работы мозга уменьшается вероятность допущения ошибок гмк а оказывает седативные снотворные эйфорические действия кстати немного отличаемся от темы психоактивный компонент мухоморов мусцимол есть такой вот компонент вот он работает с гмк а типами рецепторов оказывая седативное эйфорическое галлюциногенное действие есть еще одно такое интересное вещество ксенон наверняка многие слышали про ксеноновые лампы вот фары в автомобилях ксенон ксенон но также наверное мало кто знает что есть такое ксеноновая ксенонотерапия вот как это называется это когда человек дышит смесью ксенона и кислорода после того как он подышал у него меняется просто каскад реакций проявляется каскад реакции новых реакций в мозге активируются гмк а рецепторы и параллельно с этим организм начинает усиленную выработку эритропоэтина а эритропоэтин вещество которое считается главным допингом для любых спортсменов у которых в приоритете стоит выносливость гмк b это второй основной тип рецепторов гамма аминомасляной кислоты и он является метаботропным что это значит если ионотропный у нас работает быстро часто но недолго то метаботропный он работает нарастающим путем он практически не меняет поляризацию клетки но взаимодействует с определенными белковыми комплексами так называемой g белки которые находятся в нейронах в общем происходит очень сложный такой муторный биологический процесс в результате по итогам которого скорость передачи нервных импульсов снижается постепенно но на длительный период времени при ионотропных скорость передачи нервных импульсов снижается резко но на непродолжительное время как и с любым другим веществом этот рецептор гмк b может быть и полезен и вреден например при недостаточной активации рецептора гмк b ну вот генетически так заложено что он практически не активирует ну как активируется но в каких-то небольших количествах не так как должно быть то это может приводить к такому немного заниженному настроению в основном за настроение отвечает дофамин и серотонин но вот гмк недостаточная активация рецептора гмк b будет скорее беспокой беспокойство какое-то переживание вызывать излишнее переживание там по пустякам однако при чрезмерной активации рецептора гмк b то это сонливость и в какой-то мере обезболивающее действие плюсы гмк спокойствие и уверенность вас больше не заботят дела насущные они вам кажутся далекими и неважными здоровый мозг лучшая доставка глюкозы тканям мозга и лучшее кровообращение мозга хорошее настроение гмк помогает справиться со стрессом и какими-то беспокойными депрессивными состояниями легкими и умеренными концентрация внимания высокие кпд интеллекта когда вы спокойны вы можете проще сосредоточиться на каком-то деле вам не хочется ничего успевать лишнего там отвлекаться ни на что дорогое и за счет этого вы можете лучше и качественнее выполнять работу пусть это займет даже большее количество времени минусы гмк пофигизм иногда нездоровый пофигизм окружающие считают вас тормозом вы медленно соображаете и третье такой основной минус это сложно переключаться с одной работы на другую присутствует какая-то инерция инертность что вы занимаетесь каким-то одним делом и вы этим делом продолжайте очень долго заниматься хотя вам нужно уже переключиться на что-то другое вот это основные минусы гмк как можно повысить уровень гмк натурально это неспешные легкие прогулки на свежем воздухе то состояние когда вам вам хочется полежать и подумать это йога медитация какой-то релакс сон отдых добавки для повышения гмк витамин b6 он у нас конвертирует глутамат какой-то пропорции в гмк то есть снижает нервный ускоряющий передачу нервных импульсов нейромедиатор в замедляющий зверобой и гиперфорин это ингибиторы обратного захвата гмк вальпоревая кислота и мелиса они у нас продлевают жизнь нейромедиатора гмк препятствует его ускоренному разрушению барбитураты бензодиазепины это агонисты гмк а то есть они взаимодействуют с рецепторами гмк а фенибут пекамилон гмк это агонисты рецептора гмк b также есть точные данные что на гмк действует повышает уровень этой аминокислоты алкоголь однако неизвестно на какие именно рецепторы он действует и тианин это экстракт зеленого чая можно просто зеленый чай попить и вы станете в каком-то смысле спокойнее добавки снижающие гмк фенилотиламин это у нас агонист ой то есть антагонист рецептора гмк b и одновременно с этим еще и стимулятор то есть фенилотиламин везде где он содержится эти вещества являются как правило стимулирующими они одновременно снижают секрецию гмк и повышают уровень глутамата многие другие добавки их перечислять просто не имеет смысла но их суть это надавить на норадреналин и глутамат по сути любые стимуляторы тот же кофеин кофе что угодно то что там спортивных магазинах в качестве предтреников продается все эти вещества снижают уровень гмк за счет отрицательной обратной связи то есть когда мы заставляем организм вызываем в нем стимуляцию действуем через норадреналин адреналин глутамат то одновременно с этим снижается уровень гмк итог гмк гамма-аминомасляная кислота ответственна за спокойствие и умиротворенность как и глутамат гмк вырабатывается из одного вещества которое присутствует в мясе рыбе сырах различных молочных продуктов это глутаминовая кислота вот из глутаминовой кислоты впоследствии создается и гмк и глутамат с глутаматом гмк связано отрицательной обратной связи когда одного вещества больше другого меньше хотите снизить секрецию выработку гмк повысить уровень глутамата но и наоборот получается любое вещество бывает крайне полезно и вредно все зависит от целей от дозировок и сроков приема почаще вспоминайте об этом удачи